Привет всем из Токио! Это видео-шоппинг-влог и сегодня я отправляюсь за покупкой нижнего белья. Беру вас с собой, думаю, вам будет интересно посмотреть, какое белье продается в Японии. Сейчас я нахожусь в отделе известного японского бренда, называется Pitchy John. Я думаю, это люксовая линейка, называется Salon. Достаточно популярный бренд, есть много симпатичных комплектов, например, вот такой вот нежный голубой, шелк с кружевом. Часто бывает одна модель верха и на выбор несколько вариантов трусиков. А это самый известный японский бренд, который называется Vakol. В нем есть очень много разных линеек, от простых гладких бесшовных комплектов до вот таких вот ярких расшитых кружевом. Огромнейшие выборы, большую часть этажа занимает именно бренд Vakol. Небольшая линейка обычно представлена за границей тоже, поэтому я думаю, наверняка вы все знаете эту марку. Но в Японии она представлена, конечно, невероятным разнообразием. В основном комплекты белья японского производства отличаются обилием вышивки, кружева. Вот такие вот, например, яркие комплекты очень распространены. Все-таки белье европейского производства немного скромнее, конечно, по цветовой гамме. Более сдержанное, элегантное. Здесь, конечно, можно увидеть очень яркие комплекты. Показано, что шьются разные размеры. Видимо, представлен самый маленький и самый большой, который шьет этот бренд. Как правильно выбрать размер бюстгальтера? Есть вот такие вот инструкции, на которых все показано в картинках. Самый простой вариант – померить свои размеры, объем груди и объем под грудью. И попросить консультанта принести вам подходящие размеры. Лучше выбрать 2-3 похожих размера и померить, посмотреть, что будет лучше. А вообще статистика говорит, что чуть ли не 80% женщин носят неправильный размер. Сверху в картинках написано, как правильно нужно надеть бюстгальтер. И внизу распространенные ошибки, если размер не подходит. Слева показано, что чашка слишком большая, как вы видите. Она отходит от груди. Следующая картинка. Чашка явно маловато. И по бокам в области подмышек образуются некрасивые складки. Далее показана неправильная длина лямок, которые можно элементарно скорректировать. Далее на картинке справа нам предлагается попрыгать немного в примерочную, чтобы убедиться, что грудь не слишком активно двигается. А внизу в картинках показано, что неправильно выбран объем пояса. Слишком большой объем, соответственно, бюстгальтер поднимается наверх и на спине, и спереди. Это смотрится, конечно, очень некрасиво. Предлагается проверить так, нагнуться вперед и посмотреть, не задирается ли наверх пояс. Он должен сидеть строго горизонтально. И последняя ошибка в выборе. Когда объем слишком маленький, когда тело перетянуто, тугой лямкой. Мало того, это, конечно, небезопасно для здоровья. Это смотрится, конечно, очень некрасиво. Поэтому к выбору нижнего белья нужно отнестись серьезно. Оно может сделать как красивую фигуру, так и зрительно испортить ее. А сейчас давайте посмотрим, какой дизайн представлен в Японии нижнего белья. Это бренд тоже Vocol. Линейка называется Salute. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, потому что дизайн, конечно, нижнего белья в этой линейке очень необычный. Яркий, расшито все кружевом, стразами. Сочетание цветов. Такие модели, конечно, очень редко можно увидеть в европейских, например, брендах. В японском дизайне часто встречаются нежные сочетания цветов. В одном комплекте и розовый, и салатовый, и белый. Здесь розовый с голубым и с белым. Кружево в виде цветов и немного стразы добавлены. Комплекты обычно дополнены вот такими еще маечками. Также продаются пояса. Конечно, такой дизайн очень на любителя в международной линейке, которая продается во всем мире. В Vocol не представлены такие комплекты, так что если приедете в Японию, можете купить как сувенир себе комплект нижнего белья. Или комбинацию маечку с кружевом. Если такой дизайн, конечно, вам понравится. Продаются и простые модели тоже. Одежда в обтяжку, белая одежда. Нужно подбирать бюстгальтер телесного цвета. Особенно они, конечно, востребованы летом, но немного жестковатая вот эта модель. Варианты со съемными лямками тоже очень удобны летом, но подходят только для небольшого размера груди. Также в этом бренде продаются вот такие топы, маечки с чашечками. В разных цветах можно подобрать и бежевый под светлые вещи, и черный. Это, конечно, очень удобный вариант. Они легкие, бесшовные и абсолютно не передавливают тело. Сзади они гладкие, без пояса, без застежек. Абсолютно не видны под одеждой. Для очень большой груди, конечно, которую нужно хорошо поддерживать, вряд ли подойдет. Но вот эта линейка, она и представлена, в принципе, не очень больших размеров. Для лета, либо для одежды с открытыми плечами, очень хороший вариант вот такой вот бандо. Они с силиконовыми полосками, чтобы не соскальзывали с тела. Бесшовные, абсолютно не видны под одеждой. Этот вариант продается в японском бренде Vakol. Думаю, и в других марках тоже можно найти подобные. Много-много очень разного белья представлено. Есть симпатичное, есть не очень. Цены тоже очень разные. И бюджетные линейки, и очень дорогие. Вот эти варианты по цене средние. Бюстгальтер будет стоить примерно 80 долларов. Посмотрите, какая симпатичная модель. Не слишком много кружева. Но в то же время не очень скучные. Цвета красивые. Бренд называется Laze. Итак, сейчас я нахожусь в примерочной. Покажу вам свой летний аутфит. Это платье. В Японии была такая жара. Жаркое очень лето. До сих пор оно никак толком не закончится. Еще 27 градусов. Наконец-то немного похолодало. В разгар лета было плюс 35 градусов. Поэтому носила только платье. Они мне надоели жутко. Вы себе просто представить не можете. Жду с нетерпением, когда еще немного похолодает. И мы с вами отправимся смотреть уже осенние коллекции. Я взяла посмотреть в примерочную. Кое-какое белье показать вам поподробнее. Например, вот такие вот комбинации обычно дополняют линейку белья. Это тоже бренд Салюты Вакул. Очень, конечно, яркая линейка. Насыщенная дизайном, кружевом, стразами. Цена 16 тысяч иен. Это около 160 долларов. Взяла еще два вот таких вот безгальтера. Один простой, бесшовный, бежевый. А вот этот взяла показать вам. Я, конечно, такой насыщенный дизайн покупать не буду. Но хотелось показать вам. Конечно, такое белье на повседневной основе носить не очень, я думаю, удобно. Из-за такого количества кружева и пестрой расцветки, ну, разве что под какой-то свитер или под очень плотное платье, цена такого бюстгальтера около 100 долларов. Плюс низ трусики будут стоить примерно, я думаю, долларов 50. А вот такое вот бесшовное белье, конечно, прекрасно подходит под любую одежду. Особенно, конечно, востребованы летом. Сейчас мы с вами смотрим более дешевые линейки Вакули, другие бренды бюджетные. Написано, что бюстгальтеры от 19 долларов, примерно 1980 йен. Хлопковая пижамка симпатичной расцветки. Стоит примерно 50 долларов. Все это японские марки. Название их я вам пытаюсь показывать. Вот так вот называется марка. И здесь продается, видимо, тоже такое недорогое белье. Посмотрите, представлены прям варианты тканей. И из них пошиты целые линейки белья. Вверх бра будет стоить примерно 30 долларов. Здесь они, как вы видите, гладкие, без кружева, но достаточно яркой расцветки. В общем, вот такое вот разнообразие, каких только брендов нет, каких только линеек не представлено. От нарядных вариантов до более простых. Из хлопка для дома. Вот еще какие-то бренды тоже в этом магазине продаются. Наверное, это уже не японское, я думаю, производство. Более бюджетные варианты 30 с небольшим долларов примерно стоит. Ткань достаточно жесткая на ощупь. Еще вот такой вот бренд продается. Ну, бра называется. Я думала, он американский. Но консультант мне сказал, что японское производство. В общем, я не поняла, или бренд куплен японцами, или как-то по лицензии шьется. В общем, это вот такой вот бра, которая крепится к груди. Что-то вроде силикона. И они абсолютно без пояса, без лямок. Я как-то покупала такую бра. Но она, конечно, не очень удобная. Но иногда под вечернее платье, в случае, когда открыта и спина, и плечи. Такое белье тоже оказывается необходимым. Еще из-за наиболее популярных японских брендов называется Триумф. Очень широко представлен в разных торговых центрах. А сейчас мы с вами находимся в одном из самых известных Департмент Стоя. И здесь представлены самые дорогие линейки, известные бренды французского, итальянского белья. Японские марки тоже представлены. Но самые такие дорогие, известные линейки. Посмотрите, какой симпатичный комплект. Это итальянский бренд. Брительки сделаны как из шелкового платка. Но он был на скидке, поэтому размеров уже не осталось. Итак, показываю вам опять примерочную и свой сегодняшний лук. Летний аутфит. Это платье мы с вами покупали вместе в видеошоппинг-влоге. Носила его с удовольствием летом. Но на днях буду разбирать гардероб. Надо убирать уже летнюю одежду. И наконец-то доставать что-то более осеннее. Платье я наносилась настолько за это лет, что ни юбку, ни платье, наверное, осенью-зимой ни разу не надену. Конечно, это очень женственно и красиво, но надоедает. Также со мной была сумочка Шанель бежевого цвета и сандалии Луи Виттон. Вот такое количество нижнего белья я набрала посмотреть. И также хочу показать вам, как выглядит примерочная. Обычно всегда в Японии двойные шторки. И при входе еще часто бывает дверь. Поэтому сюда никто не проникнет, кроме консультанта. А вот консультанты, кстати, заглядывают очень часто. Сейчас я вам об этом расскажу. Буду показывать вам разное нижнее белье. Мне понравилось. Вот такой вот бра стоит примерно 170 долларов. Это французский очень известный бренд. Я когда во Францию езжу, особенно в Париже, в галерее Лафаэто, очень много брендов французского белья. Оно, конечно, просто шикарное. Часто покупаю, но в Японии, естественно, тоже все это представлено. Возможно, цены подороже. Очень хорошие нейтральные модели. Представлены в нескольких цветах. По-моему, черный, еще белый был. Они без пушапа, без какого-либо поролона внутри. Очень легкая и прекрасно сидит на фигуре. Очень удачно смотрится под вещи полупрозрачные, под светлые вещи. Как я и говорила, особенно летом, конечно, актуальны такие бежевые модели. Посмотрите, какая красота шелк бежевого цвета в сочетании с черным кружевом. Любимое сочетание оттенков. Вот такое название марки. Производство написано «Италия». Без каких-либо скидок. В Японии полная цена 280 долларов. Очень красивое, конечно, сочетание цветов. Мне понравился такой комплект. Да, кстати, комплект. Естественно, отдельно представлено несколько вариантов низа. Но, в примеру, еще их не дают. Так как, видимо, мерить, наверное, нельзя, я так думаю. Еще мягкий вариант вбра. Тоже, видимо, из этой же серии. Вы только посмотрите на эту красоту. Такая нежность, такая элегантность. Очень красивое сочетание. Все так сдержано. И шикарно. Это тоже очень известный французский бренд. Вот его название. В Японии 220 долларов стоит вот такой бюстгальтер. Но на белье, кстати, всегда тоже бывают сезонные скидки. Так что можно купить в сезон со скидкой 30-50%. В общем, все хочу рассказать про консультантов. Но такая красота невероятная, что отвлекаюсь на дизайн белья. Итак, пока вы смотрите, расскажу вам вкратце, как происходит обслуживание клиентов в Японии в таких дорогих отделах белья. Обычно здесь обслуживают консультанты, женщины. Они в возрасте. То есть, не молодые девушки. Я бы сказала так, после 50 примерно. Женщины, если вы не знаете свой размер, вас сразу измеряют, высчитывают правильный размер и помогают с выбором размера, понравившегося вам белья. Потом все это приносят в примерочную. За двумя шторками и дверью вы это примеряете. Консультант заходит внутрь. Спрашивает, как вам подошел размер. Можно ли зайти посмотреть. Надевают белые перчатки. Сейчас, конечно, с пандемией они дезинфицируют руки. Либо вообще такого обслуживания не происходит. Но в обычной ситуации они сами поддергивают лямки. Сажают на клиента белье так, как надо. Смотрят, как подходит размер пояса. Не давят ли ли не слишком ли слабо. Если необходимо, предлагают другой размер. Я смотрю разные варианты нижнего белья. Есть вот такие вот бандо. Производство Франции. Но похожие варианты есть в японском бренде Вакол. Который я вам перед этим показывала. На мой взгляд, очень удачные модели. Намного удобнее, чем просто обычный бюстгальтер со съемными лямками. На тот случай, когда нужно открыть плечи. Когда лямки неуместны. Посмотрите вот на эту красоту. Ярко-малинового цвета. Это японский бренд. Тоже одна из дорогих достаточно линеек Вакол. Цена такого бра уже около 200 долларов. Вот так линейка называется. Стадио 5. Некоторые модели я взяла специально, чтобы показать вам. Так как в зале не очень удобно снимать. Поэтому размеры здесь разные. Я не все модели меряю. Ну, в общем, вот такая вот красота. Расшито все кружевом. На выбор несколько вариантов. Низа тоже представлено в таких же цветах. Очень мне понравилась вот эта кружевная маечка. Такая мягкая, удобная. Можно даже для дома носить. Или зимой, предположим, под свитер. Несколько вариантов цветов. Вот название бренда. Производство Япония. Даже не знаю, как точно читается. Зеремат, наверное. Разные были варианты. Более удлиненные. Более укороченные. А это бесшовное нижнее белье. Майка. Они очень легкие. Уже с чашечками внутри. Разного цвета. Из разной ткани. Есть однотонные. В общем, если грудь не очень большая. И ее не нужно сильно поддерживать. То вот такие варианты маечек. Очень, кстати, удобные. 50 примерно долларов стоит. Марка называется Слоки. По-моему, она относится к японскому бренду Триумф. Ну, конечно, после такой примерки я не осталась без покупок. Были мы с вами в известном универмаге Митсукосе. И еще одно летнее платье черно-белого цвета с открытыми плечами. Сегодня я тоже смотрю нижнее белье. Хотела выбрать комплект в черном цвете. Мне принесли уже несколько вариантов. Нейтрального нижнего белья без кружева. С обычными лямками, чтобы носить вот так вот под платье. Ну, и свитер, конечно, тоже, когда на одно плечо. Пусть немного выглядывает лямка. Ничего страшного здесь нет. Это итальянский бренд La Perla. Вот такая интересная модель со съемными брителями. Можно пристегивать по-разному. Как я поняла, и крест-накрест на спине, и вокруг шеи. Трансформер подойдет под любые виды одежды. Цена в Японии такого бра примерно 200 долларов. И другие варианты базового белья. Также взяла по мере вот такое вот красивое черное с белым кружевом. Оно сделано из шелка. Оно очень дорогое. Один только бюстгальтер стоит более 400 долларов. Ну, такое красивое белье, конечно, нужно покупать комплектом. Думаю, что в 600 долларов примерно обойдется. В бренде La Perla, конечно, много красивого белья. И сидит оно всегда безупречно. Сегодня я показала такие достаточно простые модели. Но, может быть, как-нибудь еще устроим с вами шопинг-влог по нижнему белью. Если вам такие видео нравятся, то пишите в комментариях. Ну, а я еще с одной покупочкой. Шикарное нижнее белье от La Perla. 65 лет отмечает, оказывается, бренд La Perla. Еще заглянула в японский бренд Vocol. И это уже совсем другая линейка. Инструкцию я вам показала уже до этого. Как правильно подбирать размер. Но если покупать в Японии, с этим проблем не возникнет. Консультант вас не оставит в покое, пока не вычислит ваши размеры. И не найдет идеальный фасон. Вот так вот называется бренд. Это люксовая линейка Vocol Dia. И в ней уже совсем другой дизайн. Более спокойный. В основном это вот такое вот однотонное белье. Здесь нет уже никакого разноцветного кружева. Никакого push-up огромного. Как представлено в таких ярких комплектах, которые я вам показывала до этого. Вот такие вот очень лаконичные модели. Я выбрала померить бюстье черного цвета. Оно без застежек. Должно гладко очень сидеть на спине. И вот такой вот очень лаконичный повседневный вариант бюстгальтера в светло-бежевом цвете. Цены такие. Примерно 150 долларов. Вот такой сегодня видео-шопинг-влог получился. И в конце я вам покажу еще немного белья французского производства. Бренд называется Chantel. Тоже есть, конечно, очень красивое белье и с кружевом. И вот такие вот простые повседневные модели бесшовные. Ну, бесшовное белье, конечно, оно не смотрится особо красивым. Но главная его задача быть и невидимым под одеждой. Хотя здесь, видите, немного дизайн украшен даже розовыми полосками. На этом я заканчиваю шопинг. Спущусь еще на нижние этажи. Видите, здесь продается косметика. А еще ниже разные вкусняшки. Я уже дома. Не удержалась, конечно, от покупки пирожных. Давайте покажу вам. В Японии они такие красивые. Разные есть марки. Европейские, японские. Вот это вот японский бренд, который производит сладости в европейском стиле. Видите, как хорошо упаковывает. Лед лежит в каждой коробочке. Вот такие вот солнечные красивые пирожные. Все очень плотно держится в коробке. Иногда даже вот так вот приклеивают на скотч. Чтобы пирожное не двигалось, в коробке не сломалось. Вот такая вот красота солнечного, ярко-желтого цвета. Достала блюдце. Тоже вот такие яркие. Бренд называется Hermes. Я их покупала давно. Ну, не знаю, есть сейчас такая коллекция или нет. Очень яркая. Это чашки и блюдца. Они из одной коллекции, но немного рисунок отличается. Буду пробовать десерт. Сейчас налью чай. Круглое пирожное, очень красивое, с пчелкой. А второе в стаканчике, с малиной, с манго. Сейчас в кафе особенно не хожу. Поэтому дома надо тоже иногда себе устраивать праздники. Сейчас уже вечер. И увидела по телевизору, показывают. Есть такой канал QVC. Это очень известный канал, типа магазина на диване. И посмотрите, выступает сейчас основатель бренда Гинза Томата. Доктор биоресурсов. А в молодости она работала врачом-гинекологом. Женщина в возрасте, но выглядит, конечно, шикарно. Ей уже почти 70 лет. И по телевизору как раз показывают про высокотехнологичные разработки. И на этот раз новинка бренда. Это БАТ. Пищевая добавка с плацентой оленя. Антивозрастной уход изнутри, так сказать. Здесь, конечно, и гиалуроновая кислота, и церамиды. Близких к человеческим 10 видов. 8 типов нуклеиновых кислот. Карнитин, кальций. Впервые в мире добавлен экстракт стволовых клеток гинкобелова. В марке Гинза Томата свои лаборатории. Часто выходят высокотехнологичные новинки. Как раз об этом рассказывается по телевидению. И в этот раз использовали австралийскую плаценту оленя. Ранее в бренде не использовалась плацента животного происхождения. Потому что, как рассказывалось, как раз это не очень безопасно. Так как бывает бешенство у животных. Предположим, у коров. Это достаточно распространенная болезнь. Также лекарственные средства, антибиотики. Могут попасть в плаценту. Свинная плацента безопаснее. Но тоже риск остается. А плацента оленя, можно так сказать, органически чистая. Олени питаются травой. Находятся в безопасном, экологически чистом месте. Брендом Гинза Томата, конечно, были проведены тесты. 23 гормональных теста. Так что Бат Плацента 100% безопасное. Японское производство. Я уже открываю коробочку, чтобы вам показать. Внутри находятся вот такие вот пакетики. С капсулами. Это как раз дневная норма. Один пакетик. Нужно выпить их за один раз. И запить водой. В любое абсолютное время. Нет никаких определенных рекомендаций до еды, после еды. В общем, хочу попробовать вот эту вот пищевую добавку. Тем более, что бренд очень серьезный, известный. У них очень много патентов, наград. На канале я вам показывала от этого бренда уходовую косметику. Высокотехнологичные БАДы. Очень известные и популярные от бренда Гинза Томата. И Плацента из Дамасской Розы. Впервые в мире разработаны и выпущены этим брендом. Также, конечно, коллаген из плавника Акулы с жемчугом. Он очень популярен. Вот такой вот новый БАД. Пищевая добавка для здоровья, красоты, антивозрастной уход. Буду пробовать. И я думаю, что результат, конечно, должен быть хороший. Потом подробнее расскажу о эффекте в других бьюти-видео. Это курс на 30 дней. Вообще, в этой марке, конечно, очень действенные пищевые добавки. БАДы всегда результат виден на коже. И покажу вам распаковку еще одной новинки. Это антивозрастной уход для кожи лица. Концентрированные сыворотки молодости. На коробке написано, как правильно использовать. После очищения нанести на кожу лица и сверху уже наносить свой уход. Который вы привыкли использовать. Лосьон, крем. В набор входят 4 стеклянных флакона с пипеткой по 15 мл. Высокотехнологичные сыворотки молодости. Естественно, японское производство. Гинзотоматы единственный бренд, который впервые в мире разработал плаценту из дамасской розы. В этой сыворотке неразбавленный концентрированный раствор стволовых клеток, полученных из дамасской розы. Это очень эффективный антивозрастной уход. Сохраняет влагу между клетками. Увлажнение, здоровый красивый цвет лица. Антивозрастные изменения морщины. Должен действовать на все. Также плацента из дамасской розы еще имеет отбеливающие свойства, то есть пигментные пятна. Думаю, что эта сыворотка тоже должна действовать. Давайте вместе откроем, посмотрим, какая текстура. Такая хорошая пипетка, стеклянная. Очень удобно дозировать. Нужно использовать 2 раза в день после очищения кожи лица сразу. Сыворотка жидкая, прекрасно сочетается с любым абсолютно уходом. Не дает никакого эффекта скатывания на коже. При нанесении дает сразу моментальный эффект. Кожа очень гладкая, на ощупь становится. И такая напитанная, как будто изнутри ее увлажнили чем-то водным. Очень увлажняющий эффект. И второй вариант сыворотки. В этом наборе входит 4 флакончика по 15 мл стеклянных. 2 концентрированных сыворотки, стволовые клетки, полученные из дамасской розы. И 2 флакона. Это тоже сыворотка с концентрированным составом. Это стволовые клетки кактуса. Как написано в описании, неразбавленный раствор стволовых клеток кактуса, способный выдерживать суровые условия и холодную погоду. Ухаживают за сухой кожей, делают кожу упругой. При нанесении текстура очень приятная, свежая, абсолютно не липкая, не жирная. Отдушки никакой в этих сыворотках нет, разве что легкий, еле уловимый. Аромат розы, возможно, чувствуется. Прекрасные новинки, буду пользоваться. И потом расскажу вам в других бьюти-видео о результате. На этом я заканчиваю видео. Передаю огромный привет всем, кто досмотрел до конца. Самым стойким и шопинг-влог, и высокотехнологичные новинки японской косметики. Бадов. Пишите в комментариях, любите ли вы такие видео. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания из Токио. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok